Строительство станции метро «Театральная» и сопряженной с этим работы по выносу инженерных коммуникаций в активной фазе. В одном из крупнейших городов по Волжье в скором времени появится новая транспортная локация, которая позволит соединить отдаленные районы города с его историческим центром. Несомненный плюс новой станции метро после завершения ее строительства в разгрузке городских магистралей и существенном сокращении интервала движения поездов с 12-15 минут до 5-8. Организация дорожного движения в период строительных работ – один из важнейших вопросов. Ранее было перекрыто движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро. На сегодняшнем совещании с первым заместителем главы города Владимиром Василенко, министром строительства Самарской области Николаем Плаксиным и представителями управления капитального строительства вновь затронули вопрос, касающийся введения временной схемы организации движения и по другим улицам, в том числе по Новосадовой от Первомайской до Полевой. Временная схема нужна для переустройства инженерных коммуникаций на объекте. Речь идет о ливневой канализации. Предстоит выполнить масштабный объем трудоемких работ на коллекторе большого диаметра. Временную схему организации дорожного движения планируется ввести не ранее 5 октября. При этом уже известно, что в целях минимизации неудобств для горожан одну полосу по Новосадовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить свободной. Здесь предполагается организовать односторонние движения. Взаимное решение как с Минтрансом, с Минстроем и городом, чтобы эта полоса осталась для движения на весь период строительства метро. На данный момент пройдено согласование с ГИБДД и решение будет реализовано. Вопрос о организации движения по улице Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные с метростроем, досконально проработают в следующем году, предварительно в середине или третьем квартале 2023 года. А сейчас в штатном режиме продолжаются работы на улице Галактионовской. И кроме того, в районе прилегающих к ней двух скверов занимаются выносом инженерных коммуникаций. Трегиональный заказчик администрации Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения самарцев и развития транспортной инфраструктуры региональной столицы.